Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на британском тяжелом танке FV215B. Данный танк, кстати, продается до сих пор в Боновом магазине и в патче 1.22. Этот танк Апнад. Не сказать, что прямо кардинально картина по нему поменялась, но все же танк стал поинтереснее, конечно же. Так что, если есть у вас этот танк в ангаре, можете попробовать поиграть на нем, может быть, результаты станут получше. Далее стоит отметить онлайн игры. Онлайн подрастает, связанная, я думаю, это с тем, что, во-первых, сезонность, то есть осень наступила у нас. И, соответственно, люди осенью и зимой меньше гуляют куда-то, ездят, сидят больше дома, отдыхают в тепле и, соответственно, больше играют в игры. Ну, логика такая вот, но она действительно работает, то есть онлайн всегда так возрастает зимой и осенью тоже. То есть осенью по чуть-чуть начинает расти и зимой пик, короче, онлайна. И можно увидеть, что сейчас на данный момент почти в два раза больше онлайн на ру-сервере. Там 206 тысяч, на европейском сервере 100 тысяч игроков играет. С 8 сентября по 15 сентября X3 опыта за первую победу в день. Скидка 50% на койки в казарме. Также скидка 50% на сброс навыков и умений экипажа. Ну и другие разнообразные скидки. Особенно рекомендую обратить внимание на скидку на оборудование, так как она не так часто бывает. И лучше закупиться оборудованием сейчас, пока есть такая возможность. Потому что потом оборудование в любом случае пригодится. Также же бонус-код, о котором я уже говорил, но мало ли кто-то его еще не видел. Это МТ-2023ТД. Кстати, бонус-код до конца года будет работать. И дает он 3 дня према, 2D-стиль, 6 надписей с днем танкиста и 2 личных резерва 100% к боевому опыту. В принципе, такие бонус-коды, конечно, нужно использовать. Также, вероятно, еще работают и старые бонус-коды, если вдруг вы их пропустили. Там на день победы, помню, бонус-код был и тому подобное. То есть, сейчас некоторые бонус-коды, они прям действуют долго, там, по году. Так что, такие бонус-коды, конечно, не стоит забывать. И, соответственно, их лучше записывать на всякий случай. Ну, вдруг пригодятся, чтобы не искать потом. Также, друзья, по-прежнему разыгрывают для вас золото. Для этого вам нужно всего лишь написать комментарий после просмотра видео. И указать свой игровой ник, чтобы не пропустить, соответственно, розыгрыш. Так что, всем удачи, дополнительная голда никому не помешает. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте Водхаб, попробуем выиграть прием танк. Итак, давайте попробуем именно с тяжелых танков начать сегодня. Пока падает золото, нам оно, ну, не то, что ни к чему, но, скажем так, не самое интересное, что тут можно выиграть. Вот прям танк 6 уровня поинтересней. И золото опять-таки падает. 2 500 золота. Ну, вот как бы 2 500, это уже существенно, в принципе. Это уже вполне даже нормально. Так, немного золота опять-таки. Давайте последние на 1 разы. Ну, как раз сейчас баланс закончится. Последний раз, получается. Или не последний. А, еще на разок хватит как раз. Ну, опять 2 500 золота. Вот такие сегодня призы. В принципе, неплохие. Там много золота накапало, на самом деле. И также вот вам промокод специально, если хотите поиграть на сайте, советую его активировать. Ссылка на сайт в описании. Итак, награды игрового события в режиме натиск, который сейчас проходит в игре. И даже немножечко хайпует. Потому что игроки, вроде как, делаются своими результатами активно. Ну, и как бы режим более-менее, вроде как, нормальный. Ну, вот награды, честно говоря, как бы назвать их мягенько. Ну, короче, они нищие. Грубо говоря, вот за последний этап, чтобы достигнуть самой легендарной такой вот карьеры в натиске, вы получаете какие-то там нашивки, хушивки. И самое смешное, 50 бон в день. Ну, то есть я там посчитал, где-то там около 1500 бон. Может, чуть больше. Можно заработать в этом режиме. Это если вы будете в самом легендарном статусе. Да, тут есть еще другие награды. Например, день танкового премиум аккаунта. Там серебро. Там еще какие-то монеты дают на них. Можно купить 2D стиль. А также танковый премиум аккаунт и учебное руководство. Но вот каких-то хороших наград я тут не увидел, честно говоря. И это основная печаль. Потому что под такие режимы нужно делать какой-то эксклюзивный танк очень хороший. Его нужно, соответственно, разрекламировать заранее. Сделать какой-нибудь анонс. Что вот какая-нибудь интересная имба. И, соответственно, потом уже, когда выходит режим, анонсировать кучу еще мелких наград. Всяких там разных. И тогда в таком случае режим действительно будет, скорее всего, популярен. Потому что у нас все-таки на награды обращают внимание довольно-таки сильно. Сам режим с 6 сентября будет до 17 октября. То есть, ну, почти, да, даже больше месяца, короче. Ну, в любом случае, напишите в комментариях, нравится ли вам этот режим. Или вы в него не играете вообще. Я раньше играл, помню, в ранговые бои. Мучался. Но там хотя бы награды были стоящие. Далее, что стоит отметить, это календарь, который есть на сайте. Можно раз в день отмечаться и получать разные плюшки. И, кстати, календарь обновился. И появились даже некоторые награды неплохие. Например, 3 дня према. Даже тут дают, соответственно, боны. Не нужно легендарный статус там в натиске себе крафтить. Просто, соответственно, тыкайте и даже получаете чуть-чуть бон. Конечно, в рамках игры это все все равно очень мало. Но, тем не менее. Ну, немножечко поговорим про то, что разработчики сделали. С некоторыми танками положительного. Например, FV-215B обзавелся более сильным уроном. Средним. У него урон теперь 440. Был, насколько я помню, 400. Но, в принципе, разница неплохая. Бронирование борта у него получается 76 миллиметров. Это лист за гусеницей. Уж не знаю, сильно поможет этому танку это или нет. АП, конечно, не сделает из этого танка имбу. Но все же какие-то положительные хотя бы сподвижки от разработчиков. В плане этого, соответственно, танка. Ну и некоторые другие танки, которые, кстати, ну как FV-215B продаются за боны. Некоторые из них, например, АМХ-М4МЛЕ49 в свободной продаже за боны. Т-26 и Е5 тоже продаются за боны. И многие танки тоже апнули тут. Да, там по чуть-чуть апают. Не сказать, что координаты. Но все же там FV-4202. Там Центрион. Тертал МК-1. Но особенно хочется отметить все-таки танки за боны. Потому что, ну, их по сути можно, ну, хотя бы не с зарядной деньги купить. То есть как-то поднакопить эти боны и со временем купить. И это как бы хорошая такая новость для тех, кто не донатит. Потому что вот Т-26Е5, например, ему апнули очень сильно стабилизацию в движении, при повороте ходовой. Скорость поворота ходовой апнули сильно на 35 градусов. Сделали разброс орудия. Уменьшили, то есть лучше точность. Время прицеливания орудия уменьшили. Максимальную скорость вперед при этом апнули. 45 километров сделали. Назад тоже скорость апнули. В общем, практически по многим показателям танк стал лучше. И, ну, не сказать, что прям жесткая имба, но явно танк уже гораздо комфортнее должен быть. АМХ М4 и МЛДЕ-49 тоже апнули стабилизацию. Очень даже неплохо. Апнули скорость поворота ходовой, кстати, аж до 30 градусов. Апнули время прицеливания, что тоже полезно. Полезно 2,5 секунды сделали. И дальность обзора апнули. Так что, если есть у вас эти танки, то поздравляю вас. Или вы хотите, может быть, купить их за боны, пока они продаются. Тоже вариант. Спасибо, что досмотрели. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok